Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана? Это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана? Это половинь судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале Вот Добрый, добрый вечер, друзья мои, добрый вечер, воскресенье Телеканал Вот, ваше общественное телевидение, передача второй план И я почему-то уже пять лет скромно умалчиваюсь о том, что я Анатолий Тукиш Друзья мои, сегодня Питер, вот уже началась декада, в общем-то, декада уже началась 21 числа Я просто знаю по работе своих коллег-артистов и по плакатам висящим в городе Что? Сейчас идет уже декада 70-летнего юбилея Полного освобождения города Ленинграда от немецко-фашистской блокады То есть, вот эта декада, когда 10 дней оставшимся детям-блокадникам уделяется какое-то особое внимание В виде концертов, в виде подарков, праздничных обедов И я поздравляю всех блокадников, поздравляю и еще раз благодарю за то, что выдержали Вынесли тяжелую-тяжелую судьбину Будьте здоровы, живите как можно дольше Вот, ну а гостем сегодняшним моим является композитор, питерский композитор Александр Михайлович Лыгун То есть, это мой друг, давний друг Александр Лыгун Которого я, вот, знаете, как всегда, друзей всегда видишь, рядом Мы собирались уже, вот сколько, пять лет я на канале И все эти пять лет я все зову Александра, чтобы вам его показать Его песни вы уже видели, но в других передачах Вот, а сегодня мы увидим самого Александра Михайловича Александр Михайлович, здравствуйте Здравствуйте, дорогие друзья Привет, привет, Толя Твои друзья вот в этой камере Мои друзья здесь, привет Толя, тебе, во-первых, огромное спасибо, что ты меня все-таки пригласил на эту передачу Я очень рад был, буду здесь с тобой общаться И, конечно, я поздравляю наших блокадников, ветеранов, детей войны с славной... У тебя кто-то из родственников? Да, мама, блокадница Ну, в принципе, вот так, что-то такое Ты интересовался, что, мам, а вот что-то можешь рассказать? Или, когда рядом блокадник, ты и не пытаешь ничего Нет, это неправильно сказать, что я у нее не спрашивал Конечно, спрашивал, но не допытывал, как это делают некоторые докучливые журналисты Да, маму и не надо было пытать Она нам рассказывала, как они были на оборонных работах под Петербургом Как работала, как вот, трамваи ездили Историю моей матери и блокадного Петербурга То есть, смотри, Саня Трансфер, все, город жил Работали, жили И там даже, наверное, первую половину, может быть Еще какие-то продукты, наверное, существовали Где-то там в магазинах В общей торге Какой-то в общепите Нет, ну, я тебе так скажу, Толя Так как мать работала в такой сфере непростой Связанной с торговлей и общепитом То есть, она мне рассказывала разные истории Что были продукты у некоторых даже очень много То есть, там все как сейчас Все как сейчас Если ты при столовке, значит, все нормально Если ты ей руководишь, то окей Хорошо, давай так Так, ты у нас Первое твое образование То есть, образование твое Первое, главное Это инженерно-секретный Институт Институт Ленинградского Ленинградского институт Авиационного приборостроения Сейчас это Государственный университет Аэрокосмического приборостроения То есть, который Который я закончил И который недавно Отмечал Отмечал 70-летие Слава Давай взглянем И потом поговорим Кого это в полочке Кого это в полочке Государственный университет аэрокосмического приборостроения приветствует вас! КОНЕЦ 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 Друзья, прозвучала песня Александра Лагуна на стихи Сергея Есенина. Вот как раз наша вера не погасла. Вот как раз то, за что я люблю Александра, что лучшее, что я спел, а спел я ни много ни мало только официально песен, которые были написаны для меня. Я не беру в расчет другие иностранные или наши отечественные песни. Их около четырехсот, около пятисот только, которые написаны разными авторами для исполнения Тукиша. Так вот, из этих пятисот, двадцать или тридцать написан Лагуном. Честные двадцать. Для меня это как раз те самые песни, которыми я честно могу гордиться. Сегодня мы еще увидим песню на стихи Есенина. Александр, ты помнишь, как я тебя первый раз встретил где-то в Деколен Совета, когда еще Мюзиков не имел своей площадки, и ты такой пришел, говоришь, вот песня у меня есть. Я сразу услышал и понял, вот он автор, который мне нужен. То есть почему-то я услышал в твоей музыке музыку стинга. А хочешь я тебе объясню, почему связалась вот эта вот наша с тобой такая вот маленькая история? Потому что так получилось, что характер моего вокала, он очень был похож на твой. И песни, которые уже после того, как мы с тобой познакомились, и песни, которые я тебе писал, я писал под свой вокал, и одновременно и под твой. Вот поэтому, может быть, вот так вот оно и сложилось, что-то. Хорошо, да, вот смотри. А это, кстати, да. У тебя нас знакомы, смотри, Витя Соловьев. Витя Соловьев, Ян Яковлев. Витя Соловьев, художный руководитель театра Блицидеи, как ты понимаешь? Я знаю Витьку, я по мизику вообще Витя знаю. Так вот, он как раз выпускник Гуапа Ляпа, наш человек. Ясно. А, Витька тоже. Витя Соловьев. Так смотри, Саня, я хотел так утащить. Витя Соловьев, Андрей Могучий. Андрей Могучий, друзья, который сейчас царские невесты ставит, которые ставят в Михайловском замке такие глобальные спектакли. Ну и художный руководитель БДТ. Театральные. О, нынде, да, да, да. Андрей Шумагучий теперь художный руководитель БДТ. Режиссер театра Блицидеев Борис Уваров. Тоже как бы наш. Боря Уваров. Да, Боря Уваров. Когда-то принимал у меня экзамены в театральном институте, у меня Боря Уваров сидел в комиссии приемной, когда мы сдавали. Завалило? Да нет, наоборот, весело было. Итак, Александр, вот смотри, ваш военно-секретный, засекреченный ваш объект, который назывался Ляпа, ныне Гуап. Да. Вас туда взяли, нужно было вас проверить через всякие службы, чтобы лишний туда человек не проник. Ну, а как же, а как же. Был строгий отбор. Смотрели, да, пришел человек, его службы проверяли, потом давали степень допуска. У меня была там определенная степень, у студентов она пониже, у некоторых преподавателей вообще такая, что к ним и не подходи. Некоторые аудитории были просто запечатаны. Такая история была серьезная. Кто-то из космонавтов, по-моему, миллионов ли. Кто-то из космонавтов заканчивал ваш Гуап. Что-то я там слышал на юбилее, когда упоминали какого-то великого человека. Просто наш вуз любит гречки, например. А, вот я про гречки слышал. Да, 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 нет, он не заканчивал. Слушай, ну, а ты, вот смотри, учился, учился. А там же везде, вот у меня тут были разные артисты, но все почему-то были технарями. Учились они физиками, а стали лириками. Вот ты точно так, я смотрю, ты песня «Городской клуб». Клуб «Городской песни» имени Бориса Потемкина. Вот, Толя, ты совершенно прав. Вот почему не лирики пишут песни, а физики? А потому что у физиков, у технарей, которые склонны к творчеству, у них более широкий кругозор творческого развития и общения. Геологи, да, те же самые. Если ты заканчиваешь консерваторию, ты играешь на скрипке. Если ты заканчиваешь лиап-гуап, ты делаешь все, что движется. В творческом смысле. Вот, наверное, поэтому. А вот давайте посмотрим, как вы воспеваете пивной ларек в своих песнях, в стихи Есенина. Анатолий, поаккуратней, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует...